Привет, ты на канале Прогавто. Сегодня за рулем нашего Кодиак Павел Кощук, тот, кто снимает лучший автомобильный контент, рассказывает о новинках честно, дружит или не дружит с лучшими продавцами всех автосалонов. Поехали! Ну я не со всеми дружу. В некоторые салоны меня не пускают. Паша, было время, когда тест-драйвы автомобиля описывали в текстовых статьях и вставляли фотографии. Не было никакого видео. Вспоминается, как страшный сон. Но некоторые думают, что это до сих пор существует. Есть две таких касты. Одна из них это некоторые импортеры автомобилей, которые все еще размещают рекламу в несуществующих журналах. А вторая каста это славоматеж, который от нас ушел и сказал, что он не верит в то, что умирают печатные здания и ушел работать в автоцентр в печатные здания. Так что не все потеряно для них. Правильно? И ты начал снимать тест-драйвы на видео сколько лет назад? 8 лет назад. Но это началось не с тест-драйвов, а с того, что в Volkswagen появилась функция автопарковки, когда руль сам крутится. И мы поняли, что это невозможно описать словами. Надо это как-то показать. Мы купили для этого даже специальную недорогую камеру. Сняли, залили на YouTube, чтобы вставить в плеер на сайт статью. А потом увидели в какой-то момент, что под статьей там условно 10 тысяч просмотров, а под видео 20 тысяч. Мы тогда не понимали, в чем прикол. А оказалось, что YouTube в то время уже становился отдельным сервисом. И на видео попадали люди не только с нашего сайта, а отдельно с YouTube. Ну и в общем так понеслось. Мы начали писать статью на сайт и отдельно снимать видео на YouTube. Спасибо. И пришло это все к тому, что у нас есть куча подписчиков, которые смотрят нас там каждый день, как они пишут, по крайней мере. Не знаю, что там можно каждый день смотреть, можно что-то пересматривать. Но они не знают, что есть такой сайт, который в два раза старше, который более посещаемый, и который сейчас все еще number one в новых автомобилях. У сайта цель продавать автомобили? Ну, помогать продавать, будем так говорить. То есть основа сайта это сервис, который помогает выбрать, сравнить и найти, где купить. Почитать отзывы, тест-драйвы и все. Когда вы начали себя называть журналистами? Мы пытались себя называть так долгое время. И как только мы всем навязали эту категорию, мы поняли, что мы уже не журналисты, а блогеры. И когда вы стали интересны производителям, импортерам? Ну, тогда, наверное, когда начали наши подписчики приходить в салон Toyota и говорить, да что вы мне рассказываете, что это внедорожник? Мы же видели, что Land Cruiser 200 никуда не едет. И тогда Toyota поняла, что нас не надо приглашать никуда. Ну, или наоборот. Или наоборот. Ну, если ваше мнение авторитетное. Да, что наше мнение совпадает с желанием производителя, скажем так. И тогда нас очень охотно приглашают те, кто делают качественные машины. Ну, качественные во всем, давай, да, уточнять. Со временем появился проект «Что, почем?» А, проект «Что, почем?» вообще появился странным образом. Мы пришли в салон Toyota. Так, а я хочу поехать прямо. Нет, о, CarPlay мне говорит, что можно ехать. Надо ехать направо. Мы пришли в салон спросить, сколько же там стоит новый Prado. Потому что тестовые Prado в Африке утонули. Ты знала об этом? Циклон и реально тестовые Prado, на которых мы должны были ездить в Африке, утонули. И тут у нас конфликт. Послушай, мы обещали тест. Все ждут тест. Теста нету, а машины уже продаются в салон. Я помню, был такой тест, вы ездили в Африку? Мы поехали в Африку уже, когда никому не интересен был тот Prado. Понимаешь? Пока их там помыли, эти машины, от грязи. Вот. И тогда мы решили, ну, нету теста, так мы хоть придем ее в салоне, покажем. Вот как она стоит. Это мы на 18-х дисках, да? Да. Можно еще быстрее? Давай. Мы не платили, Паша. Нормально. Короче, мы пошли в салон. Расспросили об этом автомобиле продавца, патролили менеджера, патролили Prado. И полмиллиона просмотров. И написали, ребята, пойдите еще посмотрите вот то, вот то, вот то. И оказалось, слушай, что у нас есть куча народа по Украине, у которых в городах нету салонов. И они рассматривают, к примеру, автомобиль Renault не потому, что они перепробовали все, а потому, что просто Renault есть у них в городе, а Skoda и Seata у них в городе нет. И оказалось, что это большая наша помощь, когда мы со всех сторон показываем машину, расспрашиваем менеджеров и все это показываем. И людям не надо, с одной стороны, им не надо, может быть, куда-то зря ехать, а с другой стороны, они говорят, вау, а что так можно было? А что, есть такая машина, как там, я не знаю, Krog? И, а мы даже не знали. А с другой стороны, знаешь, есть люди такие стеснительные. Причем, что интересно, это их, наверное, больше даже среди покупателей дорогих машин, как выяснилось, на удивление, которые стесняются прийти в салон и сказать, что ты мне паришь. И им очень нравится, когда те вопросы, которые у них в голове крутятся, мы их задаем вслух. Вот так и появился формат, что почем, который... Ну, я считаю, вы просто задаете культуру даже общения клиента с продавцом. Я бы сказал, мы задаем без культуры. А все салоны рады вас видеть, когда вы хотите прийти и протестить что-то? Ну, послушай, как Ольгу, Фреймут нас еще ни разу не выгоняли, но рано или поздно это случится. Вы предупреждаете? Да. Ну, в общем, мы пробовали делать это без предупреждения, но зачем? На самом деле, если мы приходим в салон и показываем хорошую машину, то потом туда приходят люди и покупают ее, то есть все в этом заинтересованы. А как салон отдает на растерзание продавца? Я просто знаю, как вы себя ведете тогда. Иногда, знаешь как, мы заходим с включенной камерой, открывается дверь с подсобного помещения, оттуда вылетает продавец и нога, которая под зад его вытолкнула дверь, быстро закрывается на два оборота ключа. Нет, ну, если честно. Серьезно, с этим большие проблемы. Не хотят продавцы с нами общаться часто. Салон хочет, а продавцы нет. Ну, не у всех же есть, как у тебя Сережа, да, который может рассказать, показать, стать там лучшим менеджером сезона. Вот, есть и другие варианты. Я вообще считаю, что есть пропасть между, ну, смотри, рекламисты, да. Вот мы, как бы, с тобой, да, изначально, наверное, больше рекламисты. Мы пытаемся клиенту рассказать, что есть такая машина, она классная, она недорогая, и сейчас на нее акция. Потом идет куча еще других людей, которые в этом принимают участие. Есть продавец, который, казалось бы, как многие думают, должен просто показать, где машина, сказать цену. Но это тот человек, который может разрушить в момент всю политику бренда, весь маркетинг по миру бренда, все старания каких-то менеджеров, которые выбили лучшую цену на эту машину и так далее. Он может все это развалить. А с другой стороны, он может впихнуть невпихуемое. Вот. И, к сожалению, не во всех компаниях на сегодняшний день правильно оценивают вклад продавцов в реальные продажи. Они говорят, ребята, да что вы там вообще продаете? Это мы цену сделали, классно. Вы там сидите, контракты оформляете, правильно? Хотя иногда это так. Если мы говорим про Ауди, акционные, допустим, иногда, да, там, А3. Или там, ну, в общем, про весь дизельгейт. Ты как к электромобилю? Послушай, я недавно ездил на, как это, международная конференция не по защитительной компьютерной технологии, а по новым автомобильным технологиям от Continental. Continental, я сразу уточню, если кто не знает, это не только шины, это там реально 90% того, что есть в машине. Датчики, системы безопасности, даже уже двигатели электрические. Ну, вот в этой машине кучу всего Continental делают, и это, наверное, далеко не самые худшие вещи в этой машине. Радары, да, и так далее. То есть эти ребята в теме, они вкладывают миллионы в изучение тенденций будущих, в прогнозы. Потому что от этого зависит, ну, то есть, понимаешь, они сегодня вкладывают технологии, которые завтра будут продаваться, а может и нет. Поэтому, я думаю, они хорошо подумали. И они о тенденциях рассказывали. Вот, что они сказали. Они сказали, что они не видят будущего в электромобилях. Вот для меня это было открытием. Есть две проблемы, как они сказали. Первое, о которой, как бы, потребитель наш еще ничего не знает. Это то, что не нашли пока что возможности утилизировать батареи. А батареи, вот, посмотри, у нас есть проблема с пальчиковыми батарейками. А тут, бляха-муха, огромный миллион пальчиковых батареек в каждой машине. Да, или сколько их там? 100 тысяч? Тысяча? Вот, вот это большая проблема. Это раз. Второе, что все говорят, вот я куплю электромобиль, когда он будет ехать на одном заряде тысячу километров. Слышала такое? Конечно. А оказывается, что нет сейчас перспективы при сегодняшних батареях, чтобы они так доросли. То есть, чем больше запас хода, тем тяжелее батареи. В какой-то момент цена пробега километра, она уже как бы граничит с ДВС. Соответственно, они утверждают, что прийти к этому запасу хода, может, и не получится. И вот они говорят, что будущее скорее все-таки за водородом, хотя это и прошлое, да, а может быть, это опять будет в будущем. И что, мол, в ближайшие несколько лет начнут появляться для начала водородные грузовики. А потом постепенно, может быть, и... Но это если Илон Маск не привезет из космоса новый химический элемент для новых батарей. Правда? Ты себе купишь электромобиль? Ой, слушай, если честно, вот я все время сомневаюсь. То есть я то хочу, то понимаю, что это не для меня. Но пока не планирую. Сейчас. Я воспользуюсь. Нет, я хочу. У меня просто, ты знаешь, нету сантернного дисплея. Я хочу насладиться... Блин. Хочешь позвонить тебе по моему телефону? Смотри, я кого-то набрал. Я хочу ввести Макдональдс. А мне все равно кто-то звонил. Так, захожу. Туда приехали. Гоу. Это счастье, правда? Кэрплейчик. Как дальше будет развиваться канал YouTube? Ой, слушай, он растет страшно. Страшными темпами. Знаешь, с какой проблемой мы встречаемся? У нас здесь миллион идей. И все эти идеи связаны с затратами. И у нас же аудитория привыкла считать, что каждый их лайк приносит каким-то магическим образом один доллар. Или каждый миллион просмотров это миллион долларов. Но вот кто хоть немножко в теме, наверное, удивится тому, что самый популярный в Украине автомобильный канал с миллионами просмотров в месяц приносит что-то типа полторы тысячи долларов с рекламы на YouTube. А это, ну там, для сравнения, хорошая зарплата хорошего оператора. Но не больше. Вот. И дальше стоит вопрос. Ребята, но ведь все же хотят у вас рекламироваться. Конечно, знаешь, кто эти все? Это производители машин. И как только мы начнем с них брать деньги за тест-драйвы, а хотя этого никогда не будет, нас перестанут смотреть, правда? А еще у нас есть ящик для рекламы, для обращения по рекламе, в который каждый день приходят, ну, письма три, как минимум, в день, которые говорят, а можете порекламировать масло дешевое, вы можете порекламировать китайский видеорегистратор и так далее. А мы не можем такое порекламировать. И, ну, исходя из того, что мы переборчивые, то мы рекламируем не все подряд. И рекламируем открыто. Это тоже не всем нравится. Все хотят, чтобы это была какая-то скрытая реклама. Поэтому у нас не все хорошо с бюджетами. Скажем так, для новых проектов хотелось бы чуть больше возможностей. Вот. А так, что будет нового с каналом, я не знаю. То есть у нас растет аудитория, у нас нет конкурентов в Украине почему-то. Ну, наверное, потому что мало желающих альтруистов этим заниматься, да? Ты веришь в онлайн-продажи? В онлайн-продажи машин? Да. Ну, мы вообще думали, что в 20-м году это начнется. А уже в 19-м, да? В следующем. Ну, послушай, для того, чтобы люди покупали машины онлайн, им должно быть очень пофиг. И для них это должна быть легкая покупка, правда? Не на последние кровные денежки. Не общупать всю машину и перепроверить. А как-то так. Такие люди есть? Есть. Вопрос в том, сколько их и достаточно ли для того, чтобы это стало актуальным. У нас их не так много, правда? Ну, вот в Америке это же работает уже. Но, опять же, у них кредит, страховка, гарантия. Они не переживают, что им впарят, извините, как у нас иногда бывает, крашеную машину, да? Которая упала с автовоза. Ну, вот у меня... Ну, ладно, я сейчас начну про бренды говорить и скажу, что я опять кого-то... Ты когда-то хотел работать в автосалоне? Да, я всегда хотел. Ну, в смысле как? Не зарабатывать, но я бы хотел консультантом хотя бы денек поработать. Понимаете, о чем я думаю каждый раз? У нас есть много подписчиков. Ну, большинство из них, ну, как бы неудивительно, живут в Киеве. И я боюсь, что если мы так сделаем, да, то много людей придут просто пообщаться с нами. И это немножко смажет все, да? Ну, хорошо, эта пати затопчет и зацарапает машины, не хотя в салоне, да? И, допустим, эта пати не даст пообщаться с теми людьми, которые реально пришли за машиной, да? Понятно, каждый из них захочет задать миллион вопросов об этой машине, но мы же хотим, ну, как бы пообщаться с теми, кому она действительно интересна, и действительно вот на актуальные вопросы ответить. У нас так было когда-то в Харькове. Мы поехали на открытие салона и позвали своих подписчиков. Пришло много людей. И мы, ну, как бы, к сожалению, не со всеми смогли пообщаться за раз. Это было тоже не очень приятно, потому что люди пришли, а как-то вот незачем. С другой стороны, пришло много молодежи, которые все сказали, что они хотят принять участие в тест-драйве. Очередь выстроилась огромная. Соответственно, мы заблокировали работу салона, и те люди, которые хотели реально прийти и купить машину, посмотреть, они стояли в этой очереди из школьников, ну, условно, да, которые хотели просто покататься. Почему вообще решили бэкстейдж сделать отдельным проектом? Во-первых, какое-то время мы начали чувствовать ответственность на основном канале, и поняли, что не все туда стоит загружать, потому что когда мы загружали какой-то совсем-совсем и в топ, то большинство людей, которые подписались на тесты, писали, зачем это, мне пришло уведомление, вы меня отвлекаете, я жду тестов, я подписывался не на это. Другие люди говорили, жги еще. А другие подписчики, которые с нами давно, которым интересно как бы еще что-то о нас узнать, и как это все происходит, особенно как происходит съемка, писали, да давайте вешать абсолютно все. Вот так и появился второй канал. Мы считаем, что это канал близких друзей. Вот знаешь, как ты приходишь домой, там, с работы, и говоришь в спокойной форме, да, там, не напрягаясь, говоришь, что думаешь, матюкаешься, если надо. Если надо, можно отрыгнуть. Ну, мы так не делаем, но это же возможно. То есть это, я пытаюсь описать комфортную обстановку. И вот точно так же канал Backstation. Мы приходим к друзьям, которые нас рады видеть. Мы потом не читаем комментарии, что это за педик в рваных шортах там, или что это за жлоб, придирается и так далее. Ну, да, ты ожидаешь. Нам там комфортно. Спасибо тем, кто нас там смотрит и не пишет всякого чухню в комментариях. Вы с Яриком как-то конкурируете за то, кого хотят видеть за рулем автомобилев в издрайве? Ну, ты знаешь, когда Ярик начал в этом принимать участие еще как ведущий, мне это очень сильно развязало руки, потому что мы не успевали все снимать. Когда у Ярика стало получаться это делать классно, то я был вообще счастлив. И с другой стороны, я как бы, вот как бы это не звучало, когда я начал пересаживаться на машины дороже, мне стало все-таки тяжело объективно оценивать машины подешевле. Вот. И, ну, Ярик подхватил это хорошо, и все получается. Единственное, в чем есть проблема, когда у нас начинают расходиться мнения насчет машин. Вот последний раз мы насчет Форда Фокуса там очень друг с другом были не согласны. Вплоть до контраста по некоторым вещам, поэтому мы вместе сели в машину и проехали километров 50. Он меня чуть-чуть переубедил, я его, но тем не менее. А так мы даже иногда проводим опросы, от кого вы хотите увидеть тестом такой-то машины. И люди пишут там, хочу Ярик. Ярик бычок по-тикке и так далее. Ты ощущаешь свою популярность в магазинах, на улице? Тебя узнают? Ну да, узнают. Кстати, что интересно, мне больше всего здороваются людей в аэропортах, почему-то, чем на улице или в магазине. А может, я просто там чаще бываю, чем в магазине. Ну, там, может, больше времени для того, чтобы друг друга рассмотреть. Нет, непринужденная атмосфера. Тебе это нравится? Ну, не то, чтобы я прям фанатею от этого и ради этого живу, но, в общем-то, дискомфорта мне это не доставляет точно. Твой новый проект с креслами? Есть такое. Я хотел сделать кресло от Octavia RS, кстати. Потому что я считаю, это одним из самых, ну, скажем, по сочетанию разных характеристик, крутым креслом. И оказалось, что кресло от Octavia RS, вот само кресло, если его взять, купить там в Европе с разборки, ну, опять же, с разборки, это не с хлама, да, а вот с дефектованных машин, иногда с ударенных, иногда это разбираются тестовые, тест-парки, кстати, производители, что меня удивило. Некоторые кресла мы покупаем как запчасть, некоторые даже здесь покупаем, некоторые какие-то там люди где-то... Я даже не хочу знать, где они берут эти кресла, некоторые из них. Так вот, оказалось, что кресло от Octavia RS стоит столько же, как от, ну, среднего Мерседеса. Это нас очень сильно удивило, а ответ очень простой. Вот представь себе, сколько людей на Octavia ездит в Европе, и сколько из них хочет просто за 15 минут перекрутить 4 болта и обычное кресло выбросить, а поставить кресло от Octavia. С Мерседесом такого нет. Соответственно, кресло от Мерседеса некому продавать, бэушно, а кресло от Octavia хотят все. Это Octavia и GTI, Octavia RS. Это два самых популярных кресла. Соответственно, когда к нам приходят клиенты, говорят, а можете мне сделать кресло от GTI? Он думает о двух вещах. Ну, во-первых, ему нравится GTI или это RS, допустим. А второе, он рассчитывает, что оно будет дешевле, чем от Мерседеса, а цена получается иногда даже выше. Кресла производятся еще не в Украине, к сожалению. Сами кресла. Ну, в смысле, автомобильные оригинальные кресла. Нет-нет, ну вот эта вся установка. Да, мы пытаемся локализировать. Чем больше будет в Украине производиться, тем лучше. В Украине сейчас производятся компьютеры для кресел BMW. Это очень сложный продукт. Это интеллектуальный, айтишный продукт. Это, ну, простыми словами, это микросхема, которая заменяет компьютер автомобиля и управляет креслом. То есть... Да, ну вот представим, мы вырвали кресло BMW из машины. Кресло понимает, что мозгов у него нет и дергается, как курица без головы. Вот то же самое. Надо сделать подмену родным мозгам, которые остались в машине или куда-то там делись. И вот этот мозг делается у нас. И говорят, что он надежнее, чем оригинальный от BMW. Что интересно. Я недавно свое мерседесовское кресло у меня было. Я его продал человеку, который просто умолял сделать срочно на подарок кресло. Оно у меня стояло там недолго. Я себе купил Герман Миллер кресло. И, кстати, когда к нам обращаются айтишники и хотят купить наше кресло. Кстати, айтишники это, ну, на сегодня платежеспособный покупатель, да. Причем часто приезжают люди и покупают кресло по несколько тысяч долларов. Люди, которые приезжают на такси и говорят, да ко мне машина не надо, но хочу кресло от Теслы. Вот. И я им рекомендую не покупать наше кресло, потому что все-таки кресло, которое сделано для посадки, такое, как у нас сейчас. Ну, вот смотри, от Кодиака. Оно же удобное, удобное. И длина подушки, как я люблю, большая. Но если его повернуть и поставить на ножки, то это может быть уже не так удобно, да. Другая совсем эргономика. И для тех, кто сидит по 10 часов, я советую найти каким-то образом и как-то купить Герман Миллер. Какие твои любимые международные салоны? Я не люблю ни один из них уже. Это такая каторга. То есть мы сначала, скажем так, когда мы иногда нас приглашали на салоны, мы думали, блин, как бы классно было приехать сюда всей командой и снять все машины, которые здесь стоят. Потом мы сделали для этого все. Это, ну, сумасшедшая подготовка. Это, как бы, возможность относительно небольшим количеством людей за один-два дня отснять огромное количество автомобилей и снять их не просто как-нибудь, а целыми сюжетами. И вот мы мечтали это сделать. Мы очень потрудились. Мы это сделали. Потом просто чуть не падали. Челлендж пройден. На следующий раз, как бы, подписчики говорят, давай из чего? А мы уже такие, а может, не надо? Да, мы, в общем-то, решили так, что если вы хотите, чтобы мы посетили ваш тент и рассказали о вашей машине, скиньтесь нам на билеты. Ну, образно говоря, так, где-то. Интересная вещь. Давным-давно автосалон, это было первое место и единственное, где можно было увидеть новинку. Помнишь? А сейчас что? Все подлюки заранее сливают инфу о своих машинах. И ты такой приезжаешь на салон и понимаешь, что тебе тут уже и делать нечего. Там, ту машину уже показали неделю назад, тут две недели назад, тут уже даже дали покататься. И ты такой, ну, да, это новая машина, хотя вы уже, конечно, знаете. Паша, спасибо большое за интересную беседу, за качественный автомобильный контент. Ссылки на все Пашины проекты, на инфокар, на кресло, на YouTube в описании к этому видео. У кого есть вопросы, пишите в комментариях. До встречи на канале Прогавта. А может быть, даже в салоне Прогавта на окружении. Это было бы супер. Пока.